Два дня осталось до главного праздника страны, 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В столице Чувашия, как и во всей республике, дистанционно проходит огромное количество мероприятий. В столичной школе номер 37 торжественно открыли после реконструкции музей воинской славы. Штык, нож, ручная граната, пулеметная лента. Фрагменты оружия и личные вещи как красноармейцев, так и немецких солдат – все это экспозиция музея 37 столичной школы. Здесь есть и свой бессмертный полк и исторические справки. А посвящен музей женщинам военным. В 42-м году отобрали 500 девушек нашей республики, чтобы они заменили мужчин в 101-м батальоне воздушного наблюдения, оповещения и связи. Летчики, танкисты, зенитчицы, разведчики – девушки освоили почти все военные профессии. При разборе архивных данных мы натолкнулись на полный список девушек 101-го батальона. До этого его не было. Теперь у нас есть новая задача, новая цель. Это, конечно же, найти родственников этих девушек, наладить с ними связь. Далее были найдены письма с фронта, были найдены совсем новые фотографии. Мы нашли песни девушек, которые при встрече они пели. Изначально музей создали в 1985 году. Тогда он был посвящен 40-летию победы в Великой Отечественной войне. Но вот уже несколько лет нуждался в реконструкции. Чтобы пополнить информацию, сотрудники школы побывали в архиве Минобороны в Подольске. Все это позволило по-новому рассказать как о 101-м батальоне, так и о школьном музее. Здесь есть и виртуальный музей. Каждый желающий может посетить онлайн-экскурсии. Есть и макет вот такой вот землянки. Именно здесь жили девушки 101-го батальона. Есть даже вечный огонь и звезда сюда приносят цветы. В столице Чувашии всего 27 школьных музеев воинской славы. Большинство удалось сохранить, несмотря на то, что в конце 80-х годов повсеместно закрывали школьные музеи. Экспонаты, они несут в себе определенную историю. О нем можно рассказывать об этом экспонате очень долго и красноречиво. Тем более, что школьник, ребенок, он эмоционально восприимчив той информации, которая преподносится. Поэтому создание школьных музеев, их сохранение, развитие мы приветствуем, потому что это действительно очень вспомогательный, важный элемент. Каждый из таких музеев может похвастаться чем-то уникальным. Например, здесь в 37-й школе есть настоящие письма девушек 101-го батальона. Вернувшись с войны, они начали активно искать однополчан, отправлять письма в разные уголки страны. Так они налаживали связь. Девушки даже встречались друг с другом каждые пять лет, собирались в музеи, вспоминали о прошлом. А теперь посмотреть и послушать их историю может любой желающий. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика.